На главной площади некогда одного из крупнейших машиностроительных холдингов Югославии стоит магистральный пассажирский паровоз. Он здесь оказался неспроста. Установили его как памятник истории югославских железных дорог, и место было выбрано подходящее. Основным направлением деятельности этого предприятия было обслуживание и ремонт локомотивов и подвижного состава. Расположено оно в городе Ниж, который еще с конца XIX века стал центром железнодорожного транспорта в регионе. Со строительством первых сербских железных дорог Белград-Ниж-Турецкая граница и Ниж-Пирот-Болгарская граница, Ниж стал одним из крупнейших перекрестков международных железных дорог, которые соединяют Центральную Европу с Салониками на юге и Константинополем на востоке. Эти первые железные дороги были построены с 1881 по 1888 годы. Со строительством этих железных дорог Ниж из провинциального города начал быстро превращаться в крупнейший в регионе транспортный узел. Поэтому было решено разместить в Нише главную железнодорожную и механическую мастерскую, которая впоследствии развелась в крупнейшей в стране промышленной холдинг. Вот такой шикарный паровоз стоит перед фабрикой. Выпуска 1930 года и произведен он был в Германии, в Берлине. На сегодня это единственный сохранившийся магистральный пассажирский паровоз из партии в 40 локомотивов, выпущенный заводом БМАГ Шварцкоп для Яглаславских железных дорог. Эксплуатировался он до 1970 года. Кабина машинист, к сожалению, уже частично разрушена, но вообще здесь было достаточно тесно. То есть практически все рабочее пространство машиниста, это вот буквально полтора метра в глубину и ширина паровоза. Сколько здесь? Метра три, наверное. А вот так выглядит порожний тендер паровоза, где хранился уголь. Причем там вот даже видно сейчас слева остатки угля. Все уже, конечно, прогнило. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Адровод и его ведущий Степов. Сегодня я вам расскажу о некогда очень крупном производстве, о некогда очень крупном заводе, который находится в городе Ниш. Расположен он рядом с железнодорожным вокзалом. И это естественно, потому что здесь когда-то находились цеха вагоноремонтного завода. На сегодняшний день большинство помещений выглядит примерно вот так. В некоторых цехах сейчас сидят арендаторы, есть даже небольшое машиностроительное производство. Несколько цехов используется по своему прямому назначению, то есть в качестве вагоноремонтного производства. Когда-то здесь была проходная машиностроительного завода, вагоноремонтного завода. Но сейчас все выглядит примерно вот так. Обратите внимание, вдоль главной улицы, вдоль цехов была проложена узкоколейка. А вот еще немножко старой железнодорожной техники. К сожалению, и большинство административных помещений сейчас выглядят так же. То есть это пустые стены, даже вынесены окна. А при том вот здесь вот висит календарь за 2010 год. Было какое-то офисное помещение. Вот еще один цех, тоже в совершенно ужасном состоянии. А вот там даже сидят какие-то арендаторы. К сожалению, все помещения здесь полностью уже вынесены. Максимум, что можно видеть, остатки старой мебели. А здесь был туалет и умывальник. Причем, видимо, здесь трудилось очень много сотрудников, поэтому умывальник имеет такие огромные размеры. Посмотрите, как в помещении санузла было выполнено освещение. Ну и мы чисто случайно оказались в другую сторону решетки с указанием компании, которая здесь работала. Потому что сейчас тут явно уже никто не работает. Иногда на стенах даже можно найти философские высказывания. Речь и су-иллюзия. Слова это иллюзия. Ну и поднимемся еще в административные помещения. Еще во дня административные помещения. И тут тоже все вынесено. Отдел качества. Здесь даже что-то осталось. Система контроля качества Акционерного общества Минпроект. Образцы рекламации на качество. 2006 год. Интересно, что вот тут даже какое-то оборудование осталось. Уже не действующее, но еще не спиленное. Работает ли трансформаторное или там уже тоже все отключено. Тут еще действующее вагоноремонтное производство. И посмотрите, попали как раз на момент, когда передвигается специальная тележка. Не знаю, как она правильно называется. В которую загоняют вагон. И она позволяет их перемещать из ангара в ангар. Вот сейчас она как раз движется навстречу. Друзья, давайте прервемся на секундочку. Я хочу рассказать о том, что мы открыли аккаунты на таких сервисах, как Boosty и Patreon, где вы можете поддержать наш канал, если вам нравится то, что мы делаем. И поддержать не просто, поддержать материально, потому что на самом деле такие вот съемки, такие поездки, это дело очень непростое, очень недешевое. И требует много времени и много средств. Ну и с вашей помощью наши ролики будут выходить более регулярно и чаще. И кроме всего прочего, тех, кто поддерживает наш канал, ждут интересные материалы, которые находятся в закрытом доступе. Вы получите к ним доступ на сервисах Boosty и Patreon. Ну а мы продолжаем. Раньше в этих цехах кипела жизнь. За свою историю предприятие отремонтировало к 2007 году более 10 тысяч локомотивов, 20 тысяч пассажирских вагонов, а также более 100 тысяч грузовых вагонов и цистерн. Вагоноремонтный завод был единственным предприятием в Сербии, способным обеспечить полный комплекс работ по обслуживанию и ремонту железнодорожного транспорта. Также он долгое время был одним из самых важных столпов города с точки зрения занятости. В 1998 году количество сотрудников превышало 8 тысяч человек, а в 2005 году это число было уже менее 4 тысяч. После 2005 года в результате приватизации число сотрудников еще сократилось. Новые собственники продолжили увольнение. В предыдущем видео мы уже рассказывали о весьма спорной приватизации крупного и преуспевающего югославского предприятия. Но и этапы приватизации подразделений этого завода тоже вызывают вопросы о справедливости оценки стоимости каждого из подразделений, входивших в государственный холдинг. Вот такие вот гигантские производственные площади, вот такие вот просторы все это занимало. И пока еще занимает, правда, скоро, я думаю, все это будет снесено, разрушено, уничтожено. На территории предприятия даже был фонтан. Заботились не только о функциональности, но и об эстетике. Хотя эстетика тут тоже весьма своеобразная. А тут была служба энергетиков завода. По крайней мере, судя по надписи. Небольшой кабинет. И шкафчик с предохранителями различного номинала. И еще одно административное здание. Здесь тоже полный бардак. 2007 года календарик. А вот и старый калькулятор. А вот и интересный плакатик «Застова и Века». Видимо, это было совместное предприятие с итальянцами. А «Застова» – это известнейший югославский производитель автомобилей. Как легковых, так и грузовых. А вот аналогичная цеха тем, что мы видели действующим. Где как раз передвигалась вот эта тележка для перемещения вагонов из цеха в цех. Вот тут тоже были какие-то административные здания на задворках уже за цехами. Или, может быть, производственные участки. Здесь находились мастера, электрики. Тут, в принципе, даже особо и заходить смысла нет. А то все пустое. Разве что посмотреть на календарик 2011 годом датированный. И даже заброшенный кран. Целый заброшенный кран. Мы снова оказались у станции «Ниш». Только уже немножечко дальше. И вот, собственно, подъездные пути туда, к вагоноремонтному заводу. А вот в этом цеху кое-что осталось. Удивительно, что среди полностью распиленных и разрушенных цехов сохранилась котельная, которая обслуживала, если не все предприятие, то точно его большую часть. Какие-то котлы уже начали разбирать, тогда как другие до сих пор почти целы. Кажется, что оборудование в котельной достаточно современное. И это неудивительно, поскольку завод до развала Югославии развивался постоянно. И рядом находится современный цех. В него мы отправимся чуть позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это просторы. Вот это размах. А здесь даже сохранился кран-балка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яма для ремонта вагонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем, судя по архитектуре, по тому, как выполнена несущей конструкцией крыша, вот этот цех вообще достаточно современный. Построен он был не так давно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в цеху даже не обошлось без небольшого бомбоубежища. Посмотрите, какие петли стояли с подшипниками. Ну, а мы давайте отправимся вниз, посмотрим югославское промышленное бомбоубежище. Бомбоубежище под одним из югославских промышленных предприятий. И вот классический вход с тамбуром из двух гермодверей. Здесь же мы видим уже клапан, который должен был обеспечивать либо поступление воздуха извне, либо его перекрытие. Вот первое помещение. Здесь какое-то маленькое помещение. Однако посмотрим здесь документы. Упутство зарад лиц в Усклонничту, а руководство по работе лиц в убежище. Упутство за время Боровка усклонничту. Руководство во время нахождения в убежище. Упутство за время до Пуштаня склонничта. Руководство на момент покидания убежища. Еще одно помещение. Вот опять же мы здесь видим клапан. Здесь два небольших помещения, очевидно, под санузел. Хотя непонятно, здесь нету куда спускать. Нету коммуникаций. Вот еще одно помещение сюда. Здесь, возможно, должен был находиться дизель-генератор или же фильтр-вентиляционный. А вот очень интересный клапан. Скорее всего, здесь должна была быть фильтр-вентиляционный. Причем клапан вполне рабочий. А вот отсюда прям сильный сквозняк. Да, здесь должна была быть гермофорточка. И оттуда уже запасной выход. Вот такое вот небольшое, но достаточно интересное югославское убежище. А вот и административное помещение в новом цехе. Ну, естественно, любые административные помещения у нас начинаются с санузла. Просторного, светлого санузла. Раздевалок, как я понимаю. И давайте поднимемся наверх. Да, здесь были административные помещения. Все тоже в ужасном состоянии. Везде гуляет ветер в прямом смысле слова. Ну, а тут было конструкторское бюро. Тодоров Владимир, дипломированный инженер. Меладинович Миладин, дипломированный инженер. Николич Таня, прецизионный механик. И так оно сейчас выглядит, конструкторское бюро. Друзья, не переключайтесь. В следующем видео мы расскажем о единственном в Сербии урановом руднике, где почти все сохранилось, как было десятки лет назад. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!